В связи с распространением коронавирусной инфекции, существенная часть регионального бюджета сейчас уходит на обеспечение всех нужд больниц и медиков. Но все-таки средства на поддержку ветеранов, детей и вдов участников Великой Отечественной войны в канун 75-летия Победы были выделены. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя. Он также отметил, что в список мер поддержки ветеранов вошли не только денежные выплаты, но и обеспечение жильем. Подробности далее. В Тверской области с начала реализации соответствующего указа президента России 4830 ветеранов Великой Отечественной войны улучшили свои жилищные условия. А в этом году на эти цели направят более 10 миллионов рублей. Средства выделят Верхневолжью из резервного фонда правительства Российской Федерации. Выплаты на строительство дома или приобретение квартиры по закону предоставляются инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, членам семей инвалидов и участников Великой Отечественной войны, которые нуждаются в жилье и поставлены на соответствующий учет. Все решается в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина по поддержке старшего поколения и подготовке к праздновению 75-летия Великой Победы. Нам выделены дополнительные средства на приобретение жилья для наших ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и также для детей войны. Тоже предусмотрены меры, в том числе выплаты к 75-летию Великой Победы. Кроме того, в этом году в Тверской области реализуется еще одна значимая мера поддержки для старшего поколения. Первая выплата к празднику Великой Победы будет предоставлена свыше 77 тысячам человек, носящим звание детей войны. Это жители области, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 31 декабря 1945 года. Несмотря на наше сегодня непростое положение, на дополнительные огромные расходы, которые идут на борьбу с этой пандемией, мы понимаем, что дети войны это та как раз группа, мы обязательно их поддержим к 75-летию. Поэтому вот эта работа продолжается и мы ее реализуем. Тверская область в числе 17 субъектов России, где введена подобная мера поддержки именно для этой категории граждан, и в пятерке регионов, где размер выплат составляет не менее 3 тысяч рублей. Всего в 2020 году региональные единовременные выплаты будут предоставлены более чем 91 700 гражданам. На эти цели из областного бюджета направят более 307 миллионов рублей. Субтитры создавал DimaTorzok